ну что же всем здрасте всем привет домучил я так сказать капот градовый вот ну домучил как вот я и сейчас буду ставить и проверять вот в такой плоскости такой плоскости такой такой и тогда почему потому что все равно где-то что-то какие-то нюансы и берем вот такой карандашик восковой ребята периодически спрашивают почему я ими пользуюсь потому что эти карандашики вот мы ими пишем мягенько это детские карандашик вот они стираются очень легко находится воск вот она тряпочка есть и вот таким движением маленьким вот и все это стирается очень мягко очень легко не наносится никаких повреждений на лакокрасочное покрытие ни царапин ничего ну и цена очень умеренная там комплект разноцветных так сказать таких штучек стоит там в пределах 20 30 50 рублей там их куча хватит лет вот но обычно пользуемся светлыми и темными в зависимости от окраски машины вот и опять же очень экономно там провел к там он стерся вот это я не знаю я вот несколько лет назад начал вот и до сих пор его пользуюсь вам тут есть вот такой у меня красненький вот такой темный черный вот и пользуюсь и пользуюсь еще они не учатся то есть это копеечная трата один раз купили для дефектовки и забыть и все вот сейчас опять про дефектую просто кое-где я вижу вот в отраженке сейчас покажу кое-где все-таки видны чеки поэтому их вот в разных лампах так сказать свечение вот их видно опять же потому что делаешь иногда когда лампочка стоит близко вот так вот там да вот они как бы плохо видны а когда это видно там где-то плюсик там где-то минусик там где-то маленькая лапка провальчик вот сейчас покажу автофокус зафокусерит вот видно да то есть в общем то я мы тут нету ну вот грязная работа и надо поправить острым крючочком чуть расправить разгладить такие складочки вот особо они конечно не видны тем более тому кто в этом не собрать вот это я при при 6 нам увеличение так сказать это показал но тем не менее я считаю надо это доделывать и так сказать вот мы заключается собственно кайф работы то что сначала были ямы больших было много ямы от вмятин были сейчас уже на капот и как бы вот во всяком случае в камере живым глазом я вижу дефекты а в камере они особо не бросаются вот как бы приятно но хочется сделать так чтобы и глазом было не видно вот не всегда это удается и не всем вот потому что дефекты до определенной степени они правятся а потом нет такое маленькое аллергическое отступление так что сейчас опять дефектуемся доделаем и можно как бы будет ставить и все а так в принципе уже видно что бы живое и красивое продолжаем наш стать репорт вот он видно даже до на нем пост написано но наводить вот мишки какие-то нарисованы это детские карандаш так вот еще один моментик значит иногда бывает у так смот все ровно так смотришь все ровно а вот так смотришь видишь дефект так вот чё я делаю для себя чтоб не значился вот раньше я оставил вот такие стрелочки что типа отсюда делать или отсюда вот сейчас я просто вот ставлю хвостик понятно что либо в этой либо отсюда либо отсюда вот в лампе вот этой отраженки вот в такой отраженки у нас виден дефект ну ладно не хочет она стабилизироваться вот мы видим эти хвостики я нарисовал в некоторых есть вот два то есть и отсюда виден дефект вот он он виден да там немножко чуть-чуть виден да и вот она у меня лапочка сбоку этой лампочки тоже этот дефект виден немножко да ну как бы я доколюбиваюсь хорошем смысле вот и немножко надо дочистить то есть иногда сделал таком виде так сказать смотришь идеально да а извините зашел сбоку посмотрел блин там не так там не так сделал плоскости смотришь там допустим вот в этой плоскости а еще не так поэтому надо вокруг этой детали танцевать с разных сторон и про то есть делать контроль вот контролировать вот этому когда я вмятину делаю я не стараюсь и сделать как разу в ноль потому что вот можно вот в таком варианте сделать сила потом раз вот так смотришь там где-то уже лишнего дал или там вот в таком плане вот надо про все это дело проверять как говорится спешка нужна но не в этом случае вот на что я и хотел показать час опять я ставлю лампочку вот он она отдыхает наша лампочка вот с двумя удлинителями такими которые дают дополнительно так сказать разворота побольше она стала как говорится еще мобиль вот прям блин как реклама тех консервов про виска что корм для кошек что в два с половиной раза вкуснее кто проверял не знает не в данном случае действительно вот этот дополнительный еще шарнирчик он конечно же степени свободы увеличил хотя им так сказать я вот ее тестил собственно вот на вот этом капоте по капот ничего мне в принципе всего хватало я не любитель и пол еще раз повторюсь чтобы мучить оборудование вот надо создать условия не мучить перегинать перелопачивать я понимаю там не подходит согнул подогнул ну так у них и себестоимость копеечная так что вот так вот такой краткий обзор допустим сделал вмятины надо чуть поправить проконтролировать чтоб работа была чистая аккуратно да опять же на и себе и людям объяснить что ребята законной физики еще наш владимир владимирович путин не отменял поэтому извините не все не всегда вмятины можно сделать не все и не всегда которые ну как ты не старайся ты их не сделаешь порядок и вот ну это как бы тема отдельного разговора ну вот на и все надо брать и заниматься делом я почему еще резинку тянул тут в гараже холодно вот 13 и 9 я считаю это холодно вот а на улице тоже чуть-чуть холодно вот это вот то что в гараже верхние то что на улице вот поэтому я же жду пока чуть-чуть у меня тут поднатопиться потому что надо где-то клеевой дернуть где-то там что-то подлезть и так далее по это не тороплюсь вот дровенячки у меня есть пачечка и вентиляторы дуют отсюда теплый воздух стоит вовсю вот сейчас натопимся вот когда будет подосал там 18 18 с половиной вот здесь на термор вот тогда все будет хорошо а пока же 14 ну вот собственно и все что хотел я рассказать потому что опять же очередной ответ на вопросы как дефектовать как там выравнивать как дочищать вот примерно так но это пока так сказать теория ну что сказать принципе все нормально все хорошо там где что возможно было сделать доделать я до вот я показываю чуть пляшет но опять же тут на плах очень маленькие зазоры вот это раз и даже там где клеена родная все это жесткости приклеены на капот там тоже когда смотришь от сожалению я не могу снять но садишься в лампе все это видно то есть я извиняюсь за несколько все машины желан и особенно там где есть усилители плавно они все желанные да вот смотришь так все переливается красиво красочно ровно а все равно в лампе глаза все видно то есть идеала тут быть нему все очень красиво хорошо но и не идеально зам это видно а так сделать плавно хорошо красиво аккуратно да в основном это все возможно вот к сожалению снять красиво 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 не получается вот не позволяет мои средства я на телефон снимаю вот атаку видно все делах разумного все ровненько так что так вот такие дела ну что же резюме в итоге вот получился как это неудивительно сутка вот очень часто приходилось пользоваться такими вот ковырялками оказываю вот и прочим подобным вот так сказать вот очень очень-очень-очень как бы по доступу вроде все ничего но кое-где вот в этих местах не везде у меня хватало возможности подлезть вот это раз еще один минус да вот таких капотов таких машин вот как мы видим практически вот не залезешь не запись сюда китовым хвостом вот ели 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 вот и это вот очень проблематично я стараюсь снять показать хотя извините вот я сейчас замеряю для китового хвоста да таки не толстый вот смотрим мы да так сколько тут почти 3 миллиметра 2 и вот а сам само окончание ну собственно не то есть по-хорошему бы надо будет вот но грубо 3 миллиметра надо сделать это вы и хвостики вот на таких деталях работать надо будет сделать китовые хвосты из какого-то маяла который будет не 3 миллиметра а там вот пол миллиметра работать вот почему потому что хочется долезть везде и выправить все везде красиво так как бы у меня такая идея фикс сейчас будет взять и сделать китовые хвостики и там инструменты будут меньше меньше толщины и будут ходить под вот такие маленькие зазорчики на руках на усилителях вот как бы таких хламов уже стоит вот и в остальном всем конечно желательно желательно иметь инструмент и можно было спокойно работать и а проблем потому что когда есть недостаток в инструменте есть задержки или остановки даже вот так вот так что я думаю с этим финиш надо будет чуть поля трезаком пройти полирнуть и можно ставить на машину ну на этом все всем спасибо за внимание